Модульная конструкция появилась на детской площадке в парке строителей год назад. Запустить сразу уборную не удалось по техническим причинам. По задумке проектировщиков санузел автономен. Внутри расположены баки для чистой воды и отходов. Их периодически необходимо сливать и наполнять соответственно. Что и оказалось главным минусом первого в Наукограде модульного туалета. Заливка воды и откачка будет требовать 2-3 раза в день приезда специализированной техники. Здесь находится много детей. И мы побоялись, что приезд техники будет создавать опасность для играющих здесь ребятишек. Изучив тему, приняли решение подвести данный объект к централизованной воде и централизованной системе канализации. В апреле 2024 года управление ЖКХ, в чем ведомстве находится санузел, заключило договор со специализированной организацией для подключения к коммуникациям. Сейчас подрядчик завершает работы. С какой-то периодичностью. Мы же не каждый день здесь бываем. Но я видела, да, работы проводились. Перед открытием столкнулись с еще одной сложностью. Затянулись поиски уборщика. Теперь решена и эта проблема. Запуска с нетерпением ждут все посетители детской площадки. Нередко они становятся свидетелями неприятных конфузов. Безусловно, туалет нужен, потому что проблема такая есть. И соседние кусты страдают по этому поводу. Мы очень рады. Мы так и поняли, что, видимо, здесь что-то делается в этом направлении. Очень довольны, что если проблема будет решена. Дети, дети пьют, особенно в летний период. И хочется не по углам бегать под деревьями, извиняюсь, как говорится. Но это надо было изначально делать. Будем рады, если быстро сделают. К нам сюда, на эту площадку, приезжают даже с центра погулять. Много детишек приезжают, поэтому обязательно нужен. Услуга бесплатна для бейчан, а вот администрации города необходимо потратиться. Ежегодно обслуживание парка Водяновой обходится в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Каждый месяц на уход за территорией и охрану тратится 150 тысяч рублей. И еще 50 теперь направят на обслуживание нового санузла. Дополнительно будут оплачиваться коммунальные расходы. Вода, водоотведение и электроэнергия. Пожалуйста, не ломайте, берегите. Надеемся на ваше понимание, что у нас будет тут чисто, комфортно и удобно нашим детям. Убирать туалет будут дважды в день утром, перед открытием и в обед. Воспользоваться сервисом смогут посетители детской площадки. Летом она работает с 9 утра до 9 вечера.